В Твери, в поселке Химинститута, собственники квартир пятиэтажки стали заложниками непростой коммунальной ситуации. Почти каждый вечер здесь по стене водопадом стекает канализационная вода. Однако устранить течь невозможно, так как нет доступа к прорыву. Наша съемочная группа выяснила, как и почему жители пятиэтажки оказались заложниками проблемы, которую легко с одной стороны решить, а с другой невозможно. Со второго этажа у нас систематически льется вода, стена вся разрушается, осыпается. Она не успевает просохнуть. На лестнице у нас лужи каждый день, видимо, когда человек моется или стирает что-то. Из-за течи в стыке каждый вечер по стене водопадом льется стучная вода. На ступенях образуются лужи, повсюду сырость и неприятный запах. Льет, по словам жильцов, из-за того, что в районе второго этажа проворождена труба. Чинить ее задача несложная, но в данном случае невозможная. Хозяйка квартиры, где поселилась эта не слишком приятная проблема, с человеческим миром на контакт не выходит. Каждый день систематически, где-то через день в 6 часов вечера у нас начинает длиться вода, видимо, она ее включает. Дверь никому не открывается, соответственно, аварийка может приехать и незаконно отрубить нам весь дом от воды, как было сказано мне в пятницу. Хотите посидеть без воды, всем домом будете сидеть до понедельника. Жильцы сетуют. Договориться с собственницей квадратных метров не получается от слова совсем. Более того, граждане заходят в подъезд, да и выходят из него, внимательно оглядываясь по сторонам. И автомобили под окнами стараются не парковать. Когда мы выходим, тоже постоянно случаются какие-то здесь неожиданности, она может и броситься что-то, и постоянно мы обеспокоены тем, что и газ, как она пользуется, если она вот такое поведение говорит о том, как с газом происходит, как она включает, выключает. То есть мы, можно сказать, на пороховой бочке. Что происходит за плотно закрытой дверью и за баррикадированными старыми матрасами окнами никто не знает. Однако, как пробраться к проблеме и как выразумить неконтактную хозяйку квартиры, вопрос открытый. Писала заявление, ходила сама, наша полиция. Ходила к Надежде Владимировне в дом управления. Полиция отвечает, что так как она не меняемая, ее должны написать разрешения родные. Задача действительно непростая. Жители дома, исходя из собственных наблюдений, сделали вывод, что родных женщин, скорее всего, поблизости нет. И как тогда быть? Управляющая компания в этой ситуации порекомендовала обратиться к ней с заявлением. В первую очередь им надо обратиться в управляющую компанию. Управляющая компания выйдет на место. И если эта квартира не предоставляет доступ по какой-то причине, то они должны написать предписание в эту квартиру. И после уже написания предписания, если эта квартира не предоставляет также доступа, то уже управляющая компания обращается на них в суд. Пока жильцы целого подъезда, оказавшиеся заложниками всего этого коммунального хаоса, ищут пути доступа к истоку проблемы, сама же проблема только усложняется. Каждый раз фонтаны с трубой становятся больше. Граждане задаются только одним вопросом. Что должно случиться, чтобы наконец-то в их подъезде наладился климат? Продолжение следует...